На следующий день после встречи с Майданом новый глава области сам пригласил граждан на встречу. Озвучил много тезисов, ответил на вопросы. Обещает принципиально новый принцип работы, в том числе и своих подчиненных. Говорит, дал Турчинову согласие занять должность губернатора на определенных условиях. Валерий Баранов останется беспартийным, его кандидатуру одобрит Майдан и три оппозиционные партии, будет самостоятельным в кадровой политике и самое главное, не повторится 2004 год, когда после революции ничего в стране не изменилось. Я приехал для того, чтобы вернуть доверие к власти. Я хочу, чтобы вы увидели и узнали, что власть бывает честной, она бывает прозрачной, она бывает откровенной, доступной. В числе наиболее важных вопросов для собравшихся – условия ведения бизнеса в регионе. Губернатор заявляет, ущемлять запорожских предпринимателей впредь никто не будет. У нас не будет больше никаких людей, которые будут тут курировать областную администрацию, прокуратуру и милицию и каких-то бандитских формирований. Рядом с начальником в соседнем кабинете сидит какой-нибудь Толик с цепочкой на шее и Толик базарит, кому сколько надо откатить. Значит, Толик поедет отдыхать далеко. Руководители будут заменены. О проделанной работе Валерий Баранов пообещал публично отчитываться перед громадой как минимум раз в месяц.